А сегодня я хочу подарить вам две практики, которые помогут вам не терять нейроресурс и быть очень спокойным в мире дебилов. Вадим Каспаров меня спросил в свое время, где-то полгода назад, мне говорит, Арсен, я, блядь, не понимал, как ты общаешься с людьми в интернете напрямую. Вот я начал работать с людьми гораздо позже тебя. Просто как? Как ты не теряешь веру в жизнь, блядь, веру? Это же невыносимо. Я хочу объяснить как. Вот вы видели, какую чушь мне писали? Вы видели? Вы видели, какую чушь мне писали? Я выкладывал в открытый канал. Так вот, я хочу поделиться с вами двумя практиками, которые позволяют беречь нейроресурс и не сгорать от тупости окружающих людей. А это очень серьезная штука. Потому что если вы горите с тупых людей, вы не сможете жить спокойно. Вы не сможете. Если вы горите с людей, то очень быстро у вас кончится батарейка. Ролл за репост хочу. Так вот, смотрите, дорогие друзья, очень часто в жизни, когда мы встречаем нечто, что нам противоестественно, например, мы увидели на видео подлый поступок или прочитали в интернете исповедь какого-то ублюдка. Что здесь можно применить для того, чтобы не уйти из этой ситуации проигравшим? Поймите, если кто-то делает что-то, что для вас противоестественно, и вы на это реагируете, это вредно для вас по трем причинам. Причины три, потому что у меня ОКР, и причин все должно быть три. Три числа магические. Два, четыре – это несерьезно. Первая причина – это ты. Первая причина – это выученная беспомощность. Да-да-да, не удивляйтесь! Канал добра – позитива. Когда мы говорим о выученной беспомощности, мы часто говорим о каком-то абьюзе в семье или о том, что мы привыкаем, какая-то технология политическая к нам применяется. На выборах люди голосуют, а на выборы ничего не меняют. Когда вы реагируете негативно на что-то, над чем вы не имеете вообще никакой власти, это приучает вас к тому, что бороться за справедливость и добро бесполезно. Вот мне попался на глаза видос, как какой-то гир, в Америке, абсолютно ублюдский, пристрелил двух полицейских, которые с ним разговаривали нормально. Там он пристрелил и сел на пожизненное. И там в комментариях просто, ну, люди рвутся. Желают смерти, чтобы он сгнил, чтобы его убили. Какой слой? Ой, ой, блядь, как я это люблю, нахуй! Что-то цизм подъехал! Нет, дорогой, это редуцирование подъехало. И минус 15 тысяч моих неродов в головном мозге. Так вот. Смотрите, в чем дело. Во-первых, это выученная беспомощность. То есть, когда вы встречаете то, что вам не нравится и реагируете на это, активно, эмоционально реагируете, это выученная беспомощность. Автоматом сразу. Вы будете в дальнейшем привыкать к тому, что мир состоит из того, что вам не нравится, и вы с этим ничего не можете поделать. Вы поняли эту логику? То есть, когда происходит что-то, что вам не нравится, и вы эмоционально в это вовлекаетесь, вы создаете себе предписание. Мир состоит из того, что мне не нравится, с этим ничего поделать нельзя, кроме как гореть с этого. И это есть наши реалии. Сбил пенсионерку, переехал ее 10 раз. Два года условно соблюден в зале суда. Ах, блядь, сука, ей оба жопу выковырить, глаз засунуть, и все с ума сходят. Следующий момент. Чем вредно эмоциональное реагирование на то, что вы не контролируете? Это истощение нервной системы. У вас есть запас на день, у вас есть запас на день вашего норадреналина. Вашего адреналина. Вы не можете весь день быть бодрым, весь день реагировать, весь день быть в тонусе. Если вы эмоционально вовлекаетесь в негативные вещи, в позитивные вещи у вас уже не хватит отклика. И третий вред – это смещение ценности негативного стимула над позитивным. И вы на моем примере можете увидеть, насколько для меня негативный стимул важнее позитивного стимула. То есть, когда происходит плохое, я так включаюсь, у меня такой прилив сил, когда происходит хорошее, ну да, ну неплохо, понимаете? И жизнь в такой конфигурации не может не скатиться во ужас и бесконечный пиздец. Потому что жить с таким мудаком невозможно. Который что-то хорошее, что-то интересное – нет. Я устал, мне скучно. Что-то плохое – сидеть и часами в это вникать. Поэтому эмоциональное вовлечение в негатив – это путь к сатане. Что мы можем делать для того, чтобы не вовлекаться? Нам нужно сделать одну простую вещь. Синьков, номер карточки 4, 5, 17, 2028, 45, перевести все деньги с вашего счета. Это моя карточка. Даю установку. Перевести все деньги на мой счет. Я твой хозяин. Посмотри за мной. Я твой хозяин. Ты мой рад. Это вот так, как хейтеры представляют, что я сами разговариваю 24 на 7. Так вот, что мы можем сделать? На самом деле, я разгадал. Я разгадал какую-то штуку. Знаете, какую? И это, кстати, очень похоже на мусульманское предписание. Это очень похоже на мусульманское предписание, которое заключается вот в чем. Есть вещь, которая у нас записана как обязательно. Заключается она в чем? По какой-то причине нам кажется, что если мы не пожелаем плохого тому, кто совершил, на наш взгляд, несправедливость какую-то, то мы соучастники. И мы это поддерживаем. Это хороший метод, когда вы живете в общине 20-50 человек. Это абсолютно деструктивная вещь в рамках современного социума. Почему? Мозг не отличает эмоцию, направленную вовнутрь, от эмоции, направленную наружу. Есть такая поговорка, что грязь, брошенная в человека, может не долететь. А на руках бросившего она всегда останется. То есть, когда вы фонтанируете эмоциями наружу, вы свои внутренние органы психосоматически повреждаете. Вы гневитесь, и у вас страдает печень. Вы страдаете от невозможности преодолеть, посмотрели ролик про умирающего рака ребенка, и у вас будут больные легкие. Понимаете? Логику. Вы ненавидите женщин, у вас будет плохая потенция. Я вам серьезно говорю. Мужчина, которого триггерят женщины, которые там, ну как сказать, вот, тупые бабки, тупые тетки, это люди, у которых очень проблемный позвоночник, нижний отдел, и ухудшение потенции приходит с пингом пять лет. То есть, как только мужчина начинает, в принципе, негативно ощущать женщин, через пять лет у него ухудшается половая функция. У кого-то дольше может, у кого-то быстрее, но это не сразу происходит. Такова птиксоматика. И мы все знаем, что это абсолютная наука, да, есть университеты, она признана ВОЗ, признана Минздравом, это самое главное. Да? Это самое главное. Если лично признана ВОЗ Минздравом, значит, это правда. Так вот. Что мы можем сделать? Очень простая вещь. Когда мы видим что-то, что нам не нравится, что-то, что нас возмущает, что-то, что вызвало у нас очень большой протест. Волшебная фраза. Повторяйте за мной. Это не мое. И идете дальше. Все. Во всех смыслах это не мое. Это не мое в смысле, что я так не буду поступать, это не по моему вкусу. И это не мое в том смысле, что это вне моей жизни, вне моего локуса контроля, вне моей судьбы и вне моей кармы. В абсолютном большинстве случаев, где человек зачем-то начинает осуждать, пиздеть, говорить, как это ужасно, порвать бы на части, вот моралфагер вот сюда, там, твари, как так можно? Да, сидят, смотрят там документалку про живодеров или про кирпичный завод в Дагестане. Да? Может быть, только одна здоровая реакция, это не мое. Если я прямо сейчас в Дагестане, я увидел кирпичный завод с рабами из Волгоградской области, я иду в полицию. Если я сижу дома, смотрю YouTube, это не мое. Если 10 лет назад какой-то не стрелил двух обычных полицейских, конечно, плохо, что они умерли, но это не мое. А потому что я здесь сейчас, в 2022 году, буду их жалеть и облучать свои органы психосоматическим бредом, ни эти полицейские не воскреснут, ни их дети, оставшиеся без отца, лучше жить не будут. То есть любое эмоционирование на ситуацию, от которой вы не зависите, это нанесение себе вреда в ожидании того, что это изменит ситуацию. Вот сесть вот так вот, себя пиздить, начать, с надеждой, что это магическое мышление. Точно так же, как у большинства женщин, есть магическое представление о том, что чем я несчастнее, тем больше я заслуживаю счастья. Да, абсолютно верно, это дополнение, ну даже не дополнение, а полноценный урок в стиле Тестерона Рейза. А, ну если в Transition где-то называется заигнули деструктивный маятник, вот, сука, ты не представляешь, блядь, как ты меня испытываешь при всех моих подписчиках. Я пытаюсь как гуру, как Будда показать, как не реагировать, но, боже, как у меня с тебя горит жопа, ты бы знал, блядь, ты бы знал. Я желаю тебе счастья. Деструктивный маятник, блядь, Ниванус. Господа хорошие, вступайте в базу, нас 32 с половиной тысячи человек. А три недели назад нас было всего ничего, 12-14 тысяч. Тот хайп-трейн, который сейчас набирается, вы даже не представляете, что это такое. Какое количество известных медийных людей, селебрити, исполнителей, бизнесменов отметились ее чтением. Запрыгивайте сейчас, чтобы потом говорить, что вы были олдом, офицером до того, как стало мейнстримом. Добро пожаловать к нам. Добро пожаловать к нам.